Всем привет! В этом видео хотел бы поговорить с вами о моноподах, выборе правильного монопода. Плюсы и минусы каждого. В общем, проведу вам короткую экскурсию по рынку китайских моноподов. Не знаю, есть ли другие, но у меня бывают только китайские. Приступим! Здесь на столе у меня представлено несколько видов моноподов. Вот фирма Янтенг, простые китайские моноподы, для телефона моноподы. В общем, пройдемся о каждом поконкретнее. Вот этот первый монопод, я с него хотел и начать. Таких моноподов бывает очень много видов. Он подсоединяется через разъем 3.5 мм к телефону. Вот на данный момент у меня есть под рукой только планшет. Как я думал, что вот подсоединил, вставил, включил камеру стандартную, штатскую и работает. Не работает оно так, нужно устанавливать приложение, называется 360Cam, то есть 360 градусов, наверное. В общем, специальное приложение, которое подходит только для Android 4.2.2 и выше. На этом планшете у меня Android повыше, а вот на телефончике у меня 4.2.1 и приложение уже не становится. И вот этот монопод не работает. Может быть, монопод бракован, но он у меня не работает и на вот этом планшете, хотя здесь у меня 4.2.2 Android. В общем, он не захотел у меня работать. У вас, я надеюсь, будет работать, если будет такой монопод. Он сугубо для телефона, при том не для очень увесистого, потому что будет немного прокручиваться туда-сюда. Влево-вправо оно защищено, конечно, здесь есть такая бороздка, и влево-вправо оно шататься не будет. Сам монопод, в принципе, неплохой. Его цена, сразу запоминайте, потому что на рынке такая обилие цен. Все пытаются продать то, что стоит дешево, задорого. Ну, в общем, все как всегда. Цена такого монопода 5-10 долларов. Если это больше 10 долларов, то не стоит покупать там монопод. Вообще, стандартная цена 5 баксов за такой монопод с кнопочкой. Он простенький, сразу идет с разъемом, креплением под телефон. Сюда подходит телефон не больше, чем 5,5 дюйма. Вот, в принципе, по нему и все. Его плюсы это то, что он дешевый. Он, в принципе, довольно прочный. Сойдет. С ним нельзя попадать под дождь. Он не водонепроницаемый. Это из минусов. А также здесь нет никаких энергоемких носителей, аккумуляторов и прочего, как у моноподов с блютусом. Просто подключил и все. Его заряжать не нужно. Это очень удобно и практично, в принципе. По этому моноподу все. Перейдем к следующему. Вот такой простой китайский монопод, к которому подойдет любая камера. Вот здесь стандартный разъем есть. Xiaomi в данный момент подкручиваю. Шикарно. Секундочку. Все еще не купил себе нормальное освещение. И мои лампочки немного обваливаются. Xiaomi V прикрутил я сюда. Зажимается достаточно крепко. В принципе, влево-право не шатается. Сам монопод прокручивается, конечно. Если вы крепите вот так одну камеру, то это будет нормально, надежно. Она не будет слетать. Но зачастую камеру хочется прицепить в водонепроницаемом кейсе. Вдруг попадете под дождь. Вот как, например, SJ5000+. С ее стандартным штатским креплением под монопод. Если ее сюда закрутить, то здесь сразу заметно, что и зажимается оно не так сильно. Может прокрутиться. И вниз-вверх будет болтаться. То есть, если выдвинуть на полную длину, то оно будет свободно шататься, крутиться. Монопод дешевый. В принципе, это его самый большой плюс. И только поэтому его стоит выбирать. Просто он дешевый. Ну, все равно, если вы попадете под дождь, с ним можно даже купаться. Здесь просто нечему ломаться. Если вы не так часто будете пользоваться моноподом, то можно взять этот, попользоваться, посмотреть, надо ли вам эта вся тема моноподов и селфи. Ну и потом будете думать, если понравится, то купите себе нормальный монопод. Так что я не списываю со счетом в простой китайский монопод. Ну и перехожу к следующему. Здесь, кстати, есть внизу разъем, чтобы в штатив его закручивать. Такие моноподы идут, кстати, еще и с 3-5 миллиметров шнуриками, с кнопочками. Очень много видов. И все они стоят по 5 баксов. Так, это если что. Все, что больше 5 долларов, это и есть небольшая накрутка. А если это значительно выше 5 долларов, то это просто там не стоит покупать. Следующий монопод, я про него немного скажу, хотя он сюда и не относится. Это монопод специально для Xiaomi Wii. Он идет с ней в комплекте. Сюда закручивается камера. Сюда можно и прикрепить, и держать для телефона. Вот он, кстати. Иногда идет в комплекте с простым моноподом. В общем, комплектации у них бывают разные. Может идти вот такая вот штука, крепление, сюда камера вставляется. В общем, этих креплений к моноподам очень много. И сама комплектация монопода может быть разная. По вот этому моноподу Xiaomi Wii, я бы сказал то, что это просто выкачка денег. Больше ничего сказать не могу. Монопод стоит около 20 долларов. По качеству он, конечно, надежней, чем сама камера, наверное. Но его цена просто превышает его физическую стоимость. Я же вижу, что он не может так дорого стоить. Минусов у него никаких нет, кроме завышенной цены. И в начале небольшой непонятки по поводу этого монопода. Я думал, у нее есть кнопка, можно будет управлять камерой без телефона, так как здесь экрана нет и только телефоном можно управлять. Так как здесь нет кнопки, просто этот монопод я на списание даю. И если собираетесь покупать Xiaomi Wii, то берите ее без монопода и к ней покупайте нормальный монопод. И, кстати, о нормальных телефонах. Вот они у нас, три нормальных монопода. Начинаем со самого простого. Это Yanteng 0.88. Здесь даже указана его длина. Размеры предыдущих моноподов вы уже, наверное, сравнили по длине с Yanteng'ами. Эти будут подлиннее, но по весу они примерно одинаковые. Ну, Yanteng может чуть-чуть потяжелее. Этот около 100 грамм, это около 150-200. Сразу в комплекте идет крепление под телефон. Ну, это во всех Yanteng'ах стандартная штука. Здесь есть зеркальце удобное. Никто не знал, для чего это. Это для того, чтобы, когда себя снимаешь издалека, видеть то, что ты снимаешь. Удобная штука, фиксаторы. Ну, в общем, Yanteng я могу долго рекламировать. Просто хороший монопод. Знаю сам, так как пользовался три месяца вот таким моноподом. Он у меня хорошенько расшатался. Вот здесь у меня оторвалось. И потом пользовался месяц вот Yanteng'ом, только 188. Он намного лучше. И стоит он в два раза дороже, чем вот этот. Цена Yanteng 0,88, примерно 13-15 долларов. Ну, и следующая модель я вам попозже скажу. То есть, стоит ли вам переплачивать за этот монопод? В принципе, в 90% случаев стоит переплачивать за монопод. Потому что это такая вещь, если оно сломается не вовремя, то будет крайне неудобно. А этот монопод довольно крепкий, надежный. Хоть я немного здесь и хрустнул, но он вроде бы работает. Все хорошо. Сам монопод водонепроницаемый, удобная ручка. Внизу есть тоже крепление под штатив. В общем, монопод сделан добротно и качественно. Это самое главное. Следующий монопод Yanteng 188. И все их отличия просто в длине. Вот так они выглядят в сложенном состоянии. Yanteng 0,88, 290, 880 миллиметров. Ну, то есть, получается в сложенном состоянии 30 сантиметров, разложенном 90 сантиметров. А большой монопод 425, это 43 сантиметра в сложенном и 1,25 в разложенном. В общем, этот монопод подлиннее. И я из этих двух предпочитаю большой монопод. В принципе, перевозить его не так удобно, как маленький. А эти маленькие еще удобнее перевозить. Это их плюсы. Но этот монопод можно сделать покороче. То есть, выжать их на полную длину, либо какую-то часть секции просто не выжимать до конца. То есть, длинный монопод можно сделать короче, а короткий длиннее уже не сделаешь. Все моноподы Yanteng вот снабжены таким зеркалом, чтобы можно было себя видеть, когда фотографируешь. Так бы сказать, прицелиться. Так, по этим Yanteng все. С этими тоже можно купаться. И под дождь попадать здесь просто нечему ломаться. И перейдем к самой последней модели Yanteng. Это 1288. Он идет с пультиком управления для телефона. Он более функциональный, чем предыдущие. Этим уже можно фотографировать, снимать на видео с кнопочки. Кнопочку можно размещать как на самом моноподе, так и просто держать в руке. Так и просто вообще без монопода, там телефон где-то пристроить. Сам монопод длинный, можно его с собой не брать. Можно взять одну кнопочку, телефон где-нибудь поставить, отойти и себя фотографировать издалека. Удобный пульт управления. К нему в комплекте идет инструкция, в которой написано кое-что интересное. То, что этот монопод подходит только для Android 4.3 и выше. То есть, как обычно, если у вас операционная система ниже, он вам просто не подойдет. И о том, что на айфонах нельзя ближе дальше делать функцию зуммировать. На моем планшете можно зуммировать. Я себе скачал на планшет приложение. Называется само приложение Камера 360. Мы ее сейчас запустим. Можно, в принципе, и другое. Включается вот такой кнопочкой вверх. Заходишь в настройки Bluetooth. Подключаешь кнопочку. В общем, тут разберется и школьник. Дело несложное. И просто нажимая на кнопочку фотографируешь. Вот, она уже начинает фотографировать. В общем, прикольная вещица. Сама кнопочка не водонепроницаемая, поэтому с ней надо быть поаккуратнее. Так, о чем я еще забыл сказать. А, да, забыл сказать еще про вот эту вот кнопочку интересную. Вы ее, наверное, часто встречали. Это кнопка для управления телефоном, чтобы фотографировать издалека. Также она продается иногда в комплекте. С вот такими китайскими дешевыми моноподами. Может быть и с подороже моноподами. Сразу в комплекте идет батареечка. Что я не учел, это то, что она тоже подходит для Android 4.2.2 и выше. И к ниже Android просто не подойдет. Вот, включаешь, фотографируешь. Две кнопки для iOS и для Android. Она делает только фотографии. Точно так же по Bluetooth коннектится с вашим устройством. И потом контролит устройство через приложение Камера 360. Вот здесь она даже подписана. Можете посмотреть. Камера 360. Вот, в принципе, и все. Я надеюсь, я помог вам выбрать правильный монопод. Рекомендую серию Янтенг выбирать из них. Они надежные, прочные. Могут пережить вашу камеру, наверное. Ну, в принципе, новичкам подойдут и более дешевые модели, или более компактные. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Будут интересные видео. А если остались вопросы, я же могу что-то забыть сказать, то обязательно пишите в мою группу ВКонтакте по камерам. Там я вам отвечу на все ваши вопросы. И, может быть, даже вы поможете мне сделать мои видео лучше. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok